Жениху, 71, невесте 80. В реальность этого бракосочетания до сих пор верят не все. Даже приятель пары актер Стас Садальский считает, что свадьба – это розыгрыш. Алибасов слывет знатным пирщиком, обосновывает свои сомнения Садальский и называет свадьбу фейком. Но помощница Барри Каримовича подтвердила телепрограмме «Факт бракосочетания» Лидии Федосеевой-Шукшиной и Барри Алибасова, 20 ноября в Кутузовском ЗАГСе столицы они зарегистрировали отношения. Лидия Николаевна по телефону приняла наше пожелание долгой и счастливой семейной жизни, спасибо за поздравления. Свадьбы пела и плясала Барри Каримович и Лидия Николаевна расписались в один день и час еще с одной парочкой. Женился помощник Алибасова Сергей Моциарь. Пары одновременно приехали в ЗАГС, а затем на лимузине отправились в ресторан на гулянку. Гостей было около 15 человек, причем большинство из них – приятели второй молодой пары. Семью Шукшиных представлял внук Лидии Николаевны Макар, сын Марии Шукшиной, который в этот день был именинником. Близкие люди не только разделили радость молодоженов, пожелав искреннего счастья и крепкой любви, но и до упаду танцевали, веселились и пели до хрипоты, сообщил в социальных сетях Алибасов. Барри Каримович плясал и пел до полуночи, счастливого молодожена было трудно удержать на месте. А вот Лидия Николаевна выходила на танцпол, преимущественно для медленных танцев, с новоиспеченным супругом или внуком. Остальное время она проводила в дружеских беседах с гостями и принимала поздравления по телефону. В ресторане невеста сменила свадебный наряд на удобный. Лидия Николаевна на гулянке была в ультрамодном золотом пиджаке и фиолетовых кожаных брюках. Молодожены после бракосочетания решили гостить друг у друга, пару дней после свадьбы Алибасов провел у Шукшиной, потом поехал домой кормить кота. Планируется, что и Лидия Николаевна будет навещать мужа, но вообще новобрачные хотят иногда отдыхать друг от друга. Группы на свадьбе не было по уважительной причине – гастроли. Но ребята записали молодым видеопоздравления, которые показали в ресторане. Не обошлось без ложки дегтя, одна из дочерей Лидии Николаевны выступила с критикой этого брака, Вольга Шукшина считает, что Алибасов недостойный жених для ее мамы. Пусть теперь она возьмет фамилию Федосеева Алибасова, но большинство друзей и родных пары очень рады, что два давних лучших друга наконец-то расписались. Хотя не могут понять, почему праздник был тайным и их не пригласили. История любви Барри и Лидии История любви Барри Алибасовой и Лидии Федосеевой Шукшиной началась в 1995 году в Сочи на фестивале Кинотавр. «Наша первая брачная ночь была у меня в квартире после пьянки, посвященной открытию того самого Кинотавра», — признавался Алибасов. «Когда я ее впервые увидел, она мне показалась великой русской актрисой, было даже страшно подойти к этой женщине. Но так случилось, что мы оказались за одним столом, разговорились, теперь не знаю человека более умного, более ироничного, более веселого, чем Лидия», — прожив в гражданском браке три года, Алибасов и Федосеева Шукшина расстались. За годы совместной жизни они не раз удивляли поклонников, Лидия Николаевна стала ярко и модно наряжаться, влюбленные не скрывали чувств на публике, часто посещали светские мероприятия, несмотря на то, что Алибасов после расставания с Шукшиной быстро женился, общаться со своей музой, ее детьми и внуками он не переставал. На всех семейных торжествах Барри Каримович был почетным гостем, а Лидия Николаевна часто навещала друга. Барри Алибасов не перестает восхищаться любимой женщиной, рядом с Лидой хочется жить, дышать. Про ее роли говорят, что это собирательный образ русской женщины, я вот пересмотрел ее фильм и убедился, ничего собирательного в ней нет. Она одна такая, продюсер любит вспоминать, что в конце 1990-х собирался уйти в монастырь, так ему опостылила жизнь в шоу-бизнесе, а Лида его вытащила из депрессии. Наутро после свадьбы Алибасов отправился в Останкинский суд вместе с женой. Лидия Николаевна недавно оставила дарственную на свою квартиру в Санкт-Петербурге внучке Ани, дочери Марии Шукшиной, а молодая женщина втайне от бабушки тут же продала недвижимость за 7 миллионов рублей. Лидия Николаевна была возмущена поступком любимой внучки и решила опротестовать сделку в суде. Несмотря на поддержку Алибасовой адвоката, Лидия Николаевна суд проиграла. Она продолжит борьбу, будет подана апелляционная жалоба, сообщил адвокат Илья Царев. В общем, покой молодоженам только снится. Кстати, Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж в пятый раз, а Алибасов женился в шестой.